так друзья всем привет снова с вами я серега тема у нас пойдет немножко заезженная для не для кого уже в принципе не секрет что в германии снова и снова случаются такие ситуации когда после посещения врача пациентам остается желать только лучшего это я упоминал в своем видео после операции и многие другие блогеры ну давайте немножко по порядку в основном здесь будет говориться о house arts то есть домашние врачи домашний врач что такое домашний врач как и каким становятся ну во первых поступают в институт и проходят 12 сдают 12 семестров после чего на уровне штата то есть на уровне города сдают экзамены и получают допуск допуск к этой профессии во первых но потом нужно сделать пятилетний ausbildung в качестве ассистента врача и только потом имеет право человека открыть свой praxis praxis так называется это маленькая клиника и как это больше как тут больше подходит я не знаю сколько зарабатывает house arts я тут немножко себе подготовил извиняюсь конечно не выучил наизусть ну поехали house от зарабатывает про пациент то есть с каждого пациента вы когда приходите втыкаете свою когда даете свою аука карточку даете свою медицинскую карточку страховки с чипом втыкаете все вы уже заплатили и обычно это составляет 30 евро в зависимости от возраста пациента и здесь по порядку например дети до 4 лет платят 40 евро 80 центов вот это только за то что вы туда пришли и восприняли остальное попозже до 76 лет там зависимости тоже до 18 от 18 варьируется от 30 до 37 евро ну и пожилые люди от 76 лет платят 41 евро и 3 цента ну а дальше смотря зачем вы пришли например 10 минут разговора с врачом стоит вашей страховки 9 евро 6 центов поэтому это одни не так много прибыли приносит больше приносит побыстренько пациентов принимать как мой например пехи первые house от стыта в ольтенбурге еще было ну или например зашить ранку стоит 6 евро тест-функции легкие легкого 659 а узи щитовидной железы 9 евро ну или узи живота 1673 а вы знали что house от еще ходит на дом например посещение на дому стоит 22 евро с копейками не помню сейчас вам немножко расскажу моем первом хаус асти это был немецкий дядька его зовут андреас ну не буду называть фамилию город оленбург это был просто мега пушка врач он построил в своем практике 6 приемных кабин и просто человек молния так бегал по ним представьте себе сколько он в день принимал пациентов и сколько паушаль сколько выручки делал ну молодец чё прикольно ну конечно он жестко перегибал палку потому что заходишь то есть ассистентка тебя приводит в кабинку быстро на к этом печатает спрашивают о чем идет речь и болит туда-сюда быстро запечатал а тут он залетает уже смотрю чё у тебя болит так и спрашивает чё болит чё болит там это самое на что жалуетесь того от кашлю да 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 все готово улетел на приходит ассистентка дает быстренько тебе рецепт и чус на хауза нужно учитывать что со всех этих вырученных денег house от должен содержать весь праксис а именно оплачивать аренду платить зарплату работникам покупать его новое оборудование и так далее кстати ребята недавно звонит мне роман алябьев говорит серёга чё ты кстати по твоей теме вот этой с почками с трансплантации и так далее не подашь в суд на эту врачиху что тебя таблетками закармливала неправильными не отчет задумался и стал ковыряться в своих этих всех больничных стопках документов фанан анализах и так далее кстати ребята ромка алябьев тоже приготовил для нас с вами классный ролик и мы с вами после моего обязательно все вместе переходим по ссылочке и посмотрим что он там заготовил тоже на эту больную тему ну и дальше рылся я рылся рылся особая немного нашел потому что уже прошли годы я сильно сильно не копил этого фуфла после врачебной ошибки если прошло три года то уже до него не так не докопаешься после того как меня брус русская врачиха из оленбурга привет кормила и бупрофеном 800 и так далее и так далее и так далее прошло уже более трех лет и наверное я не смогу ни до кого докопаться даже через суд а ну чё хоть я хотел рассказать сажал я очередную гору таблеток ничего не помогает от моей головной боли которая вообще была ни при чем в принципе это все шло от почек и прихожу я к ней и говорю мне ничего не помогает а вы пьете таблетки нет они кончились три дня назад и они мне ни хрена не помогают знаете чё хер буря если вам не нравится как вас лечу идите к другому врачу ясно смотри какой нашелся не нравится ему как я лечу таблетки он пить не хочет ну я конечно ушел и поменял хаос ацта все наверно знают что когда меняешь хаос ацта новый хаос арт сделает запрос старому и чтобы получить от него все беречь называется пациентом беречь карту пациента все историю его болезни анализа все что у них на меня есть короче где она указала что пациент страдает головными болями митик медикаментозное лечение бесполезно и написала что предполагаю что человек то есть человек душевно больной это простой хаос ацт написала в перифте что я и понимаете и мне потом надо было еще бегать блять по другим врачам чтобы доказать что это была моя вторая хаос ацте 3 тоже ни хрена ни до чего не докопался докопался до истины только помог помог мне докопаться до правильного диагноза хаут ацт хаут ацт это кожный врач вообще ребята чтобы вы никогда в такую ситуацию не попали нужно всегда как говорят по-немецки свои там аним коль то есть каждый пациент имеет право пойти параллельно к другому или к третьему врачу и с той же проблемой обратиться к нему с той же проблемой послушать что он скажет то есть свои там айн холь это можно это нужно а сегодня это очень нужно поэтому а сама лучше не болейте не болейте ребятишки и ставьте мне лайк ну что ребята это был наш коротенький выпуск огромное спасибо за просмотр и поставьте мне лайк это продвинет видосик чуть чуть выше потому что сейчас летом вообще не смотрят просто не знаю что происходит неужели я такое говно а ну желаю никому не болеть чтобы не выглядеть вот так пипец короче в тему футболка ладно ребята давайте хайпанул и пошел дальше а как хаос ах тихо и Субтитры делал DimaTorzok